мы сегодня про шпионов про шпионов и изменников вы наверное знаете что самый большой специалист по шпионам адвокат иван павлов привет иван привет ольга не будем скрывать с наших отношений давай на ты ну то есть как как жизни у меня сразу идиотский вопрос как отличить шпиона от изменника у нас есть две статьи уголовном кодексе государственная измена это 275 а за ней сразу 276 шпионаж вот государственная измена она для российских граждан а шпионаж для иностранных граждан но на самом деле все еще сложнее потому что есть государственная измена в форме шпионажа что имеется ввиду вот государственная измена как преступление она может совершена быть в нескольких форм этих форм 3 первая форма это как раз шпионаж это когда гражданин не имея до допуска государственной тайне собирает эти какие-то сведения составляющие государственную тайну и передает их там например иностранной разведки имеется ввиду российский гражданин совершает вот эти действия вторая форма государственной измена это выдача государственной здесь уже речь идет о секретоносителе который как бы вот лицо допущенное государственной тайне ему какая-то государственная тайна была доверена в связи там с работой или там учебой службой и вот он эту государственную тайну доверенную ему передает тоже какому-нибудь иностранному разведчику и наконец есть самая такая самая хитрая форма государственной измены это иная помощь иная помощь иностранцу либо иностранной организации либо международной организации введение деятельности направленной против безопасности российской федерации здесь уже не конкретизируется то есть любая деятельность там любая помощь информационная помощь материальная помощь ну как говорится некоторые приводят пример там бабушку за руку через дорогу перевел а бабушка оказалась иностранным разведчиком ну вот все как бы и ты государственный изменит вот эта третья форма самая опасная она появилась в двенадцатом году а в четырнадцатом году уже у чекистов все было готово для того чтобы массовым образом привлекать российских граждан к уголову на ответственности по 275 статье ввиду того что они оказывают какую-то помощь там любому иностранцу для того чтобы вести деятельность направленную против безопасности российской федерации но как говорится не так страшны законы как практика их применения практика применения еще хуже и сейчас вот то что происходит сейчас мы как раз наблюдаем вспышку дел по государственной измене наблюдаем ее уже давно там с 2014 года понятно с чем это конечно связано все но факт остается фактом эта норма стала очень популярной в россии с начала боевых действий нет нет как раз вот я хотела об этом говорить поподробнее потому что когда я готовилась я посмотрела на шпионские и изменнические дела например советское время и сейчас то есть было окей великая держава где было мало шпионов и мало изменников но их не было практически совсем и каждый шпион был в общем на вес золота снимали фильмы не знаю все все в курсе были мультфильмы снимали включая мои любимые а сейчас этот изменник тот изменник этот изменник а этот шпион 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 с чем связан такой всплеск значит в великой державе не было шпионов а у нас значит вот так все понаехали что что такое вот сухие цифры статистики судебные статистики которые мы имеем они говорят о том что до 2014 года но суды рассматривали порядка там трех дел в год по государственной измене шпионажа теперь с 2014 года эта цифра доходит до 15 иногда даже вот 16 там предельная цифра была 16 приговор то есть сразу в несколько раз увеличилось количество государственных изменников что люди стали вдруг так много стало государственных изменников я считаю что нет что вообще большое число обвиняемых по этой статье она характеризует не столько людей которые попали вот в этот водоворот событий а госомого государства понимаете а ясно если война а мы живем все таки ну надо признать что это практически военное время на войне что враги но вот внешние враги понятное они вот все кто живет за границей главный враг конечно америка потом украина а потом вся европа и все остальное то есть россия в кольце врагов но если есть внешние враги значит должны быть и внутренние враги смотри как удивительно получается вот ты говоришь что 15 16 дел по шпионажу и изменчеству как это по-русски будет по измене вот по измене родине и столько же сейчас 15 16 дел в год касающихся преступлений разных преступлений высших эшелонных власти элита вот то что с пейзовским губернатором и шпигелем вот таких вот дел 15 16 в год и И тоже ФСБ ведет. У них что, там план по валу? Думаю, да. Палочная система, ведь она всегда была и остается основным фактором, который определяет так называемый TPI правоохранительных органов. Нет, просто это враги такие, шпионы-изменники, а это враги такие, но тоже внутренние. То есть вот кто виноват во всем. Видите? И вот те еще. Да, именно так. Надо показывать. Надо показывать, причем показывать не только начальству. Но начальство должно еще как бы вот, ну, считать, что вот демонстрировать это перед электоратом, как у нас говорят, да, показывать, что вот работа идет. И Путин, как вы видите, там отчитывается на всяких коллегиях ФСБ. Все последние годы, вы это хорошо знаете, фиксируется рост активности зарубежных разведок. Они весьма плотно работают по России, используют самые современные методы и агентурной, и технической разведки. Только в течение прошлого года была пресечена деятельность 72 кадровых сотрудников и 397 агентов иностранных спецслужб. Есть серьезные результаты и в контрразведывательной работе. За первое полугодие 2017 года пресечена деятельность 30 кадровых сотрудников иностранных разведок. Более 200 лиц, которые подозреваются в сотрудничестве с зарубежными спецслужбами. На источнике ваши коллеги там протолкивают мысль, что господин Скрипаль чуть ли не правозащитник какой-то. Он просто шпион, предатель Родины. Понимаете, есть такое понятие, предатель Родины. Возня между спецслужбами, это что, вчера родилась, что ли? Как известно, шпионаж и проституция одна из важнейших профессий в мире. Опять-таки, Россия в кольце врагов, с врагами борются как с внешними, так и с внутренними. Ну и вот эта палочная система рождает количество, которое мы наблюдаем в судебной статистике. Да, но мы с тобой познакомились на деле Светланы Давыдовой. Многодетная мать из маленького города Смоленской области, из Вязьмы. Она только что родила девочку, ее кормят грудью девочке месяц. И тут ее хватает, везут в Москву, она изменит Родины. Окей, все кончилось хорошо, ее в Кацикос отпустили. Потом была эта несчастная барышня из Сочи, продавщица с греческой фамилией Саваниди. Севастиль, Севастиль, который тоже в итоге Путин помиловал, она так хорошенько посидела. Вот это шпионы, вот эти изменники Родины, вот они, да? Это что за страна такая, что у них такие изменники? Ну если настоящих шпионов не найти, а ведь до военное время число шпионов 3 приговора в год выносилось. То есть, ну, я считаю, что это число, в общем, достаточно, как бы такое, ну, существенно, оно такое большое. То есть, на самом деле, есть страны, в которых статья есть, государственная измена, да? А вот практики применения у этой статьи нет. Но, мне кажется, даже статья, вот эта государственная измена, она настолько, она не столько правовая, сколько настолько эмоциональная какая-то такая наполненность у нее есть, что даже, мне кажется, в развитых странах немножечко стыдно ее применять. Просто стыдятся, потому что, ну, как-то это уже не цивилизовано, что ли. А у нас, наоборот, давай, там, ученых, давай. Журналисты сейчас пошли, давай журналистов применять. У нас сейчас вот Сафронов, да, журналист за журналистскую деятельность, да? Ну, они, конечно, говорят, что никакой журналистики тут нет. Но, как только мы придем и как только нам раскроют, как бы, вот карты, я уверен, что мы, как бы, увидим, что Сафронов исключительно за журналистскую деятельность преследуется. Ты адвокат Ивана Сафронова. Мне как-то не очень ловко это спрашивать, потому что я хотела спросить про Алексея Навального, про его роль в деле Ивана Сафронова. А сейчас они вроде как в одинаковых позициях, то есть и этот в тюрьме, и этот в тюрьме, этому тяжело, этому тяжело. Но, тем не менее, возвращаясь к старому, когда Алексей Навальный, в общем, жестко наехал на Ивана Сафронова, сказав, что, ну, это же чиновник Роскосмоса, ну, и журналист-то был такой, крымнашевский, такой вот, прогосударственный, что, собственно, его жалеть. Это повредило делу? Ну, слушайте, мы, знаете как, мы великодушно не заметили это. Честно говоря, ну, остается, как бы, на совести каждого здесь поступки, вот, в отношении тех людей, которые находятся в условиях изоляции, да, и не могут сами ответить. Слушай, а помочь это могло бы? Навальный сказал, что он плохой, значит, по логике ФСБ, Ваня Хороший. Вы понимаете, наша вот либеральная общественность, она всегда найдет какие-то претензии друг к другу, очень критический взгляд, да, иногда который мешает к налаживанию каких-то нормальных человеческих отношений и к взаимодействию, к партнерскому взаимодействию, которое бы могло породить эту синергию с каким-то эффектом уже, да, и вот это, конечно, мешает, мешает очень многому, да, прежде всего, значит, объединению каких-то сил для того, чтобы справиться с какой-то проблемой, с самой, может быть, большой проблемой в России. Ну, вот так, если быть реалистами, что там? Что там будет, исходя из, не самого дела Ивана, а исходя из политической обстановки? Прошли те времена, когда отпускали многодетную мать, прошли те времена, когда отпускали продавщицу. Мне кажется, сейчас уже никого не отпускают, все уже. Я до сих пор как бы верю в то, что, ну, дело Ивана Сафронова это полный абсурд, и его обвинение должно рассыпаться. Конечно, политическая обстановка, ну, сейчас не подразумевает легкой, легкой победы для нас, да, Но, видишь как, в каждом деле, вот, которое ты упомянула, и в деле Светланы Давыдовой, и в деле Оксаны Севастидии, и в деле других сочинских вот женщин, которых осудили за СМС-ку, которых мы защищали, а у нас там в 2017 году, Оль, было три помилования президента Путина. Ясно, что о гуманизме, ну, как бы тут зря упомянуто было, потому что не в гуманизме дело совершенно, да, а дело было в том, что смешно, просто власть выглядела смешно. Судебная власть независимая, ветвь власти в России, так же, как и в других цивилизованных странах, но, на мой взгляд, действительно, это такой достаточно жёсткий подход. Я, честно говоря, не очень даже, я просто не знаю деталей. Если она что-то написала в своих СМС-сообщениях, то она же написала то, что видела, это все видели, значит, это не представляло из себя никакой тайны большой. Я, честно говоря, не очень понимаю, я постараюсь в этом разобраться, посмотреть на сути этих претензий, которые были к ней предъявлены в конечном итоге судебной инстанции. Когда над властью начинают смеяться, да, власть начинает понять, что что-то тут происходит не то. Когда власть обвиняют в нарушении страшных преступлений, вы отравили Навального, вы нарушаете права человека, у вас очень много политических заключённых. Мне кажется, от этого власть получает только какое-то удовольствие. А я вот про дурацкое хочу спросить. Вот наблюдая за, например, украинскими шпионами, которых сейчас пруд-пруди просто, половина Лефортова, мне кажется, украинские шпионы, это такие обычные сельские мужики украинские в основном. И в основном они взяты в Крыму. Но Крым же он недавно совсем был украинским. Что там такого в Крыму, что надо вот как-то шпионить? Где что? Где линия электропередач? Где водопровод, которого нет? Где, не знаю, сколько прапорщиков в зенитном училище? Что там такое? Ну, очень просто. Гипотетически. Ой, завтра, я не знаю, Германия станет частью России. Да? Ну, все немцы станут как бы подозреваемыми и обвиняемыми, потому что вся их деятельность может быть рассмотрена как направленной против безопасности России. Но факт остается фактом. Был вот этот вот такой прецедент отторжения территории от одного государства к другому влечет юридические последствия для всего населения. Все население Крыма сейчас, в общем, так или иначе, в зоне риска быть привлеченными к уголовной ответственности по статьям 275 и 276 Уголовного кодекса России. Все население. Моя любимая федеральная служба исполнения доказаний обнаружила тут этой зимой минувшей, что День Святого Валентина, 14 февраля, он теперь закреплен за ФСИН, и у нас есть теперь новый всенародный праздник. Что за государственную тайну охраняет Федеральная служба исполнения наказаний? Я могу себе представить по крайней мере один пункт из этого перечня. Наверняка это, например, маршрут следования осужденного из следственного изолятора к месту отбывания наказания. Поэтому нам, адвокатам, да и родственникам, журналистам никому не говорят, куда везут осужденного. Можно я поиграю в прокурора? Ты вообще, конечно, тип тот еще, скользкий. Был женат на американке, между прочим. Дженнифер Каспар, вот такая, между прочим, девушка. Дядя Аня, может ты сам шпион? Иностранный агент, команда 29, иностранный агент? Вот не ты первая, не ты первая задаешь мне этот вопрос. Как в том фильме, по-моему, как он назывался? Адъютант его превосходится. Павел Андреевич, вы шпион? Да, да, да. Видишь ли его? Я уверен практически, что практически весь состав следственного управления ФСБ, по крайней мере, в первом отделе, в котором расследуются эти преступления, они почему-то убеждены, что и я агент там, только они все время путаются, Пентагона, ЦРУ или там, или Госдепа. Ты не боишься сам быть арестованным? Ну, понимаешь, конечно, живем в условиях, приближенных к боевым, всякое возможно. Стараемся не совершать никаких ошибок. Стараемся делать как бы с запасом, что называется, все, что связано с обеспечением нашей безопасности. Но видим, как наших клиентов привлекают к уголовной ответственности и какие доказательства используются. При этом понимаем, что, в общем, против лома нет приема и становится, честно говоря, все хуже и хуже. Если раньше, ну, хотя бы доказательства, да, они как бы должны были, что ли, проверяться в суде, то теперь есть судебные процессы, у нас уже есть прецедент, дело Карины Цуркан, где предпринято беспрецедентное попытка. Дело Карины Цуркан, это советник энергокомпании Росэнерго... Интеррау. А, да, Интеррау, большая госкомпания, и вот она советник, умница, красавица, и вдруг выясняется, что она агент молдавской разведки. Ну, молдаване, ну вообще, зачем молдаване, тайны наших электропередач? Это абсурднейшее дело, которое, может быть, заслуживает того, чтобы мы об этом вообще отдельно проговорили, но... Сколько лет ей дали? Пятнадцать лет, пятнадцать лет общего режима. Она женщина, поэтому общий режим, у нас нет строгого у женщин. Да, да, да. Но, слушай, пятнадцать лет, и это самый, у меня, в моей практике, это, конечно, самый суровый приговор. Это просто аноним. Анонимки, плохо состряпанные, сфальсифицированные анонимки, которые... Источник их не был установлен. Откуда они появились? Так, так и суд это так и не установил. А тот разведчик, который пришел и был допрошен секретным, в качестве секретного, засекреченного свидетеля, он сказал, что он не будет рассказывать, как он добыл эти документы. Вот, понимаете, и все. Карина Цуркан очень красивая женщина. Красивая, умная, успешная и не замужняя. И плюс ко всему с хорошей карьерой. Слушай, а нет ли там какой-то вот мужской истории, прости, что за этот вопрос? Вот прям сердце чует мое, что что-то там вот... Какие-то мужики. Ну, вообще мужиков в этой истории... Вернее так, лиц мужского пола, да, достаточно много. Но они себя все ведут не по-мужски. Вот, понимаешь? Нельзя так с женщиной поступать. Даже следователь понимал, что он имеет дело с фальсифицированными документами. Просто мы даже это доказали. Доказали это. Нам просто сделали невозможно, потому что обычно в таких делах, ну, защита лишена возможности на какие-то маневры. А здесь нам удалось это сделать. Мы доказали, что те документы, которые следствие пыталось использовать в качестве улик, что они сфальсифицированы. Там была такая плохо читаемая копия анкеты агента Молдавской спецслужбы. С персональными данными Карины и с псевдонимом, который ей был якобы присвоен, Карла. Карла. Фотография ее плохо наклеенная, значит, как-то криво. И, ну, начинаем смотреть. Во-первых, молдавский язык какой-то странным почерком, таким детским написанным. Где-то она в мужском роде употреблена. Там, значит, где-то в каких-то местах, например, анкета составлена в 2004 году якобы, да. А адрес указан по состоянию на 2011 год. Место работы на 2007 год. Образование указано вообще на 2015 год. Ну, какие-то такие странные расхождения вот в персональных данных, что не было ни одной даты, которую можно было бы составить эту анкету, чтобы все данные были актуальными. То есть ясно, что она вот в 2015 году, когда была введена, значит, в орбиту наших спецслужб, да, что она именно вот в этом году и была спальсифицирована, составлена, сфабрикована. И что дальше? Ну вот осудили девушку, причем, ну, да, ой, слушайте, девочки, поаккуратнее с ними, со всеми. Вот ведь история, это настоящее. Что дальше-то? У нас сейчас апелляция, и мы надеемся, а что нам остается делать? Мы надеемся на то, что вот в каждой инстанции, ну, надо просто не допускать никаких ошибок, надо не понижать градус нашей настойчивости. Надо делать все для того, чтобы ее вытащить. Но более абсурдного дела просто не было. Это женщина, которая, она с первых дней задержания говорила, ребята, вы меня в чем-то не том обвиняете, я вообще не совершал эти действия, которые вы мне предъявляете. У меня к тебе философский вопрос под конец. Ну, наверное, грустный. А вот правда, что, в принципе, можно взять любого прохожего сейчас с улицы и вот по этим двум статьям, или по шпионажу, или по измене Родины посадить его на сколько угодно лет? Ну, так. Ну, давай так. Все-таки, ну, наверное, не любого. Давай посмотрим, кто входит в группу риска. Она уж не такая уж и маленькая, на самом деле. Она очень большая. В группу риска входят все те, кто так или иначе оперирует информацией. Но в нашу эпоху, эпоху интернета, да, информация оперирует практически все. Да, есть аккаунт там в соцсетях, ты с кем-то коммуницируешь, да, общаешься, ты пересылаешь фотографии какие-то свои, да, свадебные, например, где есть... Да, вот мы же знаем, есть такой пример, когда жительницу Красно... Крининград, Крининград, да. Осудили за пересылку фотографии со свадьбы, на которой оказался сотрудник ФСБ. Второй критерий – это твои контакты, да. Да, есть ли среди них кто-то там из-за границы. Есть ли иностранцы среди твоих контактов? Как ты там коммуницируешь с ними? Ездишь ли ты за границу? Общаешься ли ты с иностранцами, да? И вот если ты, у тебя есть информация, и ты общаешься с иностранцами, то все, ты в группе риска, да. В принципе, если ты что-то иностранцу отправил, ну, как бы в этом есть специально обученные люди, эксперты, да, в генеральном штабе, во всех ведомствах, в первых отделах есть такие люди специально обученные, которые по заданию ФСБ найдут в твоем письме какую-нибудь государственную тайну. Это не проблема. А потом, так сказать, суды будут просто, ну, как бы, ориентироваться на что? Вот есть же эксперт, который сказал, что это гостайна, да. Он же эксперт. Он же сказал, что это гостайна. Значит, все. Значит, ну, как бы, мы ничего сделать не можем. Это гостайна. И ты будешь уже говорить, ну, какая, позвольте, ну, это какая черту костайна, это же кругом об этом написано, там, в открытых источниках опубликовано. Говорят, ну, вот эксперт же написал. А у нас нет оснований не доверять эксперту. Ну, я, по крайней мере, знаю одного жладина России, который точно подпадает, вот, он чистый. Владимир Владимирович Путин не умеет в интернет и ни с кем не общается. Ну, нормально. Ну, хотя бы здесь мы уверены. Алиби. У него алиби. На этой оптимистической ноте. Иван, спасибо большое. И, ну, прямо удачи, удачи. Удачи и вашим подзащитам, и вашей команде. Держитесь. Спасибо большое. Спасибо.